Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты и я, Ольга Васенда. Смотрите сейчас. Открыто для каждого. В службу одно окно Бобруйского горосполкома с начала года обратилось свыше 6 тысяч человек. Заявитель предоставляет паспорта и свидетельства о рождении несовершеннолетних детей. Какие вопросы решают специалисты? Укусы пламени. В Бобруйском районе на пожаре пострадала женщина. МЧС призывает беречь себя и свое имущество. Что она забыла в горящем доме? С благодарной улыбкой и полным портфелем Беларусь оказала помощь семьям к школе. Мы расширяем свой круг немножко этой инициативой. Что подарили? А также экономические показатели, визовый режим и переменчивая погода. На вторник прогнозируют грозы. Сколько покажут на градуснике? Обмен опытом на Фондоке прошло заседание Президиума Могилевской Бобруйской ассоциации промышленников и предпринимателей. Один из главных вопросов – работа в условиях санкционного давления. Подробности далее. Предприятие выбрано для встречи не просто так. На примере деревообработки можно на деле проследить тенденции, по которым идет развитие. В первую очередь знакомство с производством мебельного цеха и продукцией магазина. Здесь промышленники абсолютно различных отраслей. Это и машиностроители, это и лифтостроители, это и смежные отрасли. И на текущий момент мы должны находить среди наших предприятий те точки соприкосновения, где они могут быть полезны друг другу. Проведение таких ассоциаций – это очень важно, и это позволяет и сблизить позиции, и найти точки совместного сотрудничества. Каждый руководитель промышленной организации прошел долгий путь развития и преодоления трудностей. А значит, взаимный обмен информацией точно на пользу участникам. Ключевые темы – работа Фондок в условиях санкционного давления, расширение рынков сбыта, рассмотрение писем об оказании спонсорской помощи. Нам нечего делить, мы делимся опытом. Постоянно при помощи нашего концерна, при помощи обл. полкома участвуем в разных мероприятиях, выставках, встречах, прямых переговорах, B2B, и результат есть. Проводим здесь по рассмотрению, как Фондок выходит сегодня со сложившейся экономической ситуации, и при том принял финансово тяжелое предприятие «Могилёв-Древ». От леса заготовки до производства высокохудожественной мебели из массива. На этом предприятии ставку делают как на массового потребителя, так и на эксклюзивные варианты. Активно работают и над созданием новинок. Если брать начало года, то работаем с нарастающим, ну, ситуация улучшается, то есть мы уже наработали существенный ресурс, набрали новых заказов, новые рынки сбыта, которые позволяют уже нам увеличивать объёмы, даже по сравнению с прошлым годом. Фондок – флагман белорусской деревообрабатывающей промышленности. География поставок – Россия, Казахстан, Узбекистан, Китай, Турция, Германия. Одно из старейших предприятий города держит марку уже почти сто лет. Избавлять обороты не планирует. Елизавета Липеева, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. 451 градус по беспечности. В Бобруйском районе на пожаре пострадала женщина. ЧП случилось на прошлой неделе в садоводческом товариществе «Строитель». На момент возгорания хозяйка дома работала на грядках. Когда заметила языки пламени, тут же бросилась тушить фронтон водой и шлангом. Затем 61-летняя пенсионерка, пренебрегая правилами безопасности, зашла в горящее здание за документами, в результате чего получила термические ожоги. МЧС вызвали соседи. Причина пожара выясняется. Спасатели напоминают, что неосторожное обращение с огнём – самая распространённая причина пожаров. МЧС призывает беречь себя и своё имущество. В случае пожара звоните по телефону 101 или 112. Ещё одно возгорание произошло по переулку Котовского. К моменту прибытия спасателей создалось плотное задымление. Огнеборцы моментально ликвидировали пламя. Клубы дыма и запах гари заволокли многоэтажку по улице Рженикидзе. Причина – вспышка растительного масла в одной из квартир. К счастью, в обоих случаях обошлось без пострадавших. Рост зарплаты «Каравай-2023» и отдых на юге. Граждане Беларуси теперь могут находиться во Вьетнаме 45 суток без визы. На каких условиях? Громкие заголовки дня – далее в специальном обзоре. Прирост ВВП Беларуси продолжает ускоряться. За последние 7 месяцев его значение вплотную приблизилось к 103%. Хотя подобных результатов эксперты ждали лишь к октябрю. Хорошие результаты показали все основные отрасли. Наибольший вклад внесли промышленность, сельское хозяйство, строительная сфера и торговля. А также металлургия и производство бытовой техники. 6,5 млн тонн зерна с учетом рапса уже весит «Каравай-2023». В лидерах жатвы Минская, Брестская и Гродненской области. Самому северному региону уже удалось преодолеть полумиллионный рубеж. Хозяйство страны убирают и кукурузу на силос. Одновременно аграрии ведут подготовку почвы под сев озимых нового сезона. Темпы в два раза превышают прошлогодние показатели. В Беларуси с 1 сентября изменится базовая ставка. Это уже второе повышение за год. Сумма вырастет с 228 до 235 рублей. Благодаря этому увеличится уровень зарплаты бюджетников и других, приравненных к ним по оплате труда работников. Социальная сфера одна из приоритетных в политике государства. Граждане Беларуси теперь могут находиться во Вьетнаме 45 суток без визы. Ранее лишь 15. Изменения визового режима страны в Юго-Восточной Азии коснулись также жители Японии, Южной Кореи, России и еще девяти европейских государств. Началом отсчета о разрешенного срока пребывания считается штамп, полученный при въезде в государство. Грозы и до плюс 27 прогнозируют синоптики 22 августа. Во вторник возможны кратковременные дожди. Ночью и утром осадки пройдут преимущественно по северо-восточной половине страны. А днем по северу. В некоторых районах прогремят грозы. Температура воздуха минимальная ночью 12-18. Максимально днем 21-27 тепла. Электронная очередь в службу. Одно окно Бобруйского горсполкома с начала года обратилось свыше 6 тысяч человек. Раньше за заветной справкой пришлось бы отстоять ни одну очередь и постучать ни в одну дверь. Благо теперь все вопросы решают быстро и без бумажной волокиты. Раздел имущества, улучшение жилищных условий, реконструкция зданий и социальные выплаты, направление на работу. Самые частые запросы. Всего в перечне 201 административная процедура. Для постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий заявитель предоставляет паспорта и свидетельства о рождении несовершеннолетних детей. Специалисты службы «Одно окно» запрашивают всю необходимую информацию. То есть справку о занимаемом жилом помещении, сведения о том, что принадлежит гражданину и членам семьи на праве собственности. Консультация занимает до 15 минут. Одно окно функционирует также в администрациях Ленинского и Первомайского районов. С графиком работы можно ознакомиться на официальных сайтах госучреждений. К слову, Беларусь из года в год идет по пути сокращения и упрощения административных процедур. Именно поэтому такие службы на вес золота. С 1 января бюллетени будут рассчитываться по-новому. С 2024 выплаты привяжут к минимальной зарплате. Сейчас это 554 рубля. Сотрудникам с большим стажем больничные возместят на 100%. Сейчас всем без исключения. И тем, кто устроился на работу только вчера, и тем, у кого за плечами десятки лет работы. Бюллетени рассчитывают по единой схеме. Первые 12 дней – 80% средненемного заработка. Далее 100. Еще одно изменение. Больничные будут назначаться только по основному месту работы с учетом прибыли у всех работодателей. На основании информации, предоставленной фондом соцзащиты, специалисты уверены, нововведение позволит установить равные подходы в зависимости от участия граждан в системе государственного социального страхования, снизить нагрузку на бизнес. С любовью к детям. Общественная организация «Белая Русь» помогает родителям первоклассников собраться в школу. От тетради до карандашей. В торжественной обстановке во Дворце искусств поздравили самых маленьких школьников. Будущим ученикам вручили наборы с канцелярскими принадлежностями. Всего поддержку получили 34 семьи, которые состоят в общественной организации «Белая Русь». Также мы планируем посетить дома семейного типа, которые расположены на территории Первомайского района, и поздравить всех детей, которые пойдут 1 сентября в школу. Стараемся охватить семьи, которые находятся в социально опасном положении. То есть мы расширяем свой круг немножко этой инициативы и стараемся задействовать большое количество детей. Кроме того, по всей стране многодетным семьям предоставляют материальную помощь. Размер выплаты на каждого ребенка – 30% бюджета прожиточного минимума. В денежном эквиваленте это 109 рублей. Всего на оказание такой поддержки в местных бюджетах запланировано свыше 26 миллионов. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»